Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Бюджет Кишинева на 2019 год принят во втором чтении. Второй год подряд муниципальным советникам удается принять главный финансовый документ столицы в срок. И что обращает на себя внимание, так это то, что в 2019 году статьи расходов, статьи доходов больше, чем в уходящем 2018 на 181 миллионов леев. Это при том, что нельзя утверждать, что резко выросли показатели экономического роста столицы. Иными словами, когда ситуация под контролем, когда городские народные избранники и чиновники следуют букве закона, находятся возможности для решения городских проблем, социальной помощи, роста зарплаты. Напомню, что не так давно, из года в год, на протяжении многих лет в столице бюджет принимался с большим опозданием. Это означало полное отсутствие контроля по расходу наших с вами денег. Тем, кто внимательно следит за работой муниципального совета посредством наших трансляций, хорошо знает, что изменить ситуацию удалось усилиями фракции партии социалистов. И у нас в гостях муниципальный советник от ПСРМ, вице-председатель фракции, член комиссии по бюджету и финансам Петр Бурдюжин. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну вот, хотелось бы сказать еще раз, наверное, повторить то, что я сказал в своем приветствии к нашим телезрителям. Примечательно, что в этом году дефицит бюджета удалось сократить. Более того, есть достаточно внушительная большая цифра по, если правильно я выразился, цифра доходности бюджета. 181 миллион – это, получается, превышение бюджета прошлого года на 181 миллион аллеев. Если, опять же, я просто не финансист, вы мне поправляете. Тогда вот такой вопрос. Каким образом удается достичь таких цифр? Какие именно статьи проекта, предложенного столичными властями бюджета, подвергались критике вашей фракции? Каким образом будет отслеживаться реализация этого бюджета? Какова структура столичного бюджета? Куда пойдут эти средства? То есть я засыпал вас вопросами. В общем-то, ваше право начать с тех ответов, которые будут понятны нашим зрителям. Ну да, на самом деле, действительно, вопросов очень много, что касается самого главного финансового документа в столице, бюджета на 2019 год. Нашей фракцией было проделано огромное количество действий и вложений человеческого фактора для того, чтобы все-таки принять этот бюджет до начала финансового года. Как вы знаете, 2017 год, мы в конце декабря тоже приняли бюджет до начала финансового года. Это очень важно, принять бюджет в окончательном чтении до того, как начинается финансовый год. Потому что, на самом деле, если он не принимается до начала финансового года, соответственно, отсюда есть очень много цепных факторов, которые в конечном итоге страдают те коллективы преподавателей, те коллективы врачей и тому подобное. Потому что, на самом деле, финансированные должны начинаться оплаты зарплаты, оплаты разного рода расходов для содержания этих структур. Имеется в виду учебных заведений, детских стадов, больниц и тому подобное. А на самом деле бюджет еще не принят. То есть принимается бюджет временный, никто не уверен, исполнять его или не исполнять. Ну, соответственно, в этом году мы еще, я скажу даже конкретную дату, с 7 сентября я лично делал заявление на имя исполнительного органа, то есть на имя примарии, чтобы обсудить в публичных слушаниях проект бюджета на 2019 год. Нас потом упрекали в том, что мы не готовы и так далее. То есть примария говорит, что мы не готовы, не получили еще стратегию на 2019 год, поэтому давайте перенесем на 20 октября. Мы согласились на 20 октября. 20 октября потом говорят, давайте на 26 октября. Ну, соответственно, в конечном итоге так и не были проведены эти публичные слушания, поэтому мы были вынуждены все-таки потребовать дополнительно проведение, кстати, это первый раз за время нашего мандата, когда мы потребовали от исполнительной власти провести публичные слушания отдельно. Налоговые сборы, местные сборы провести публичные слушания отдельно от бюджета, потому что раньше они рассматривались в комплексе, и там как таково, то есть результата не получалось. Поэтому мы отделили публичные слушания по местным сборам, где надо было четко определить определенные стратегии, которые мы должны принять во внимание для развития самого города, потому что мы все должны понимать, и я объясню и телезрителям, что местные сборы имеют не только функцию накопления денежных средств в муниципальном бюджете, это понятно само собой, но местные сборы, они должны иметь и мотивационную функцию, то есть для того, чтобы направить определенные сектора, экономического сектора, то есть в том числе и малый бизнес, и средний бизнес, в определенном направлении, где должны развиваться, потолкнуть к развитию. Соответственно, была изучена и структура местных сборов, потому что я вам скажу, местные сборы как таково из года в год, и это как бы с уверенностью можно утвердить, что они просто по принципу копипест, что было в прошлом году устанавливаем, в этом году. Мы, соответственно, имени нашей фракции начали объяснять, что мы понимаем, но копипест не должно работать, потому что хотим, не хотим, но общество, экономика, технологии, все это развивается, мы должны принимать во внимание все эти факторы, которые идут на динамику развития самого экономического сектора, потому что самый экономический сектор, как обычно, идет наперед, чем непосредственно те стратегии, которые принимают местные публичные управления. Поэтому на публичных слушаниях по местных сборах были именно выявлены и направлены те идеи, которые могли бы косвенно или напрямую влиять на доходную часть местных сборов в муниципальном бюджете. Соответственно, также было принято во внимание тот фактор, что в 2018 году были приняты ряда изменения по налоговому кодексу Республики Молдова. Соответственно, эти финансовые политики, финансовые стратегии должны были быть предвидены и в этом бюджете на 2019 году. После того, как были, естественно, были очень много предложений и от общественников, и от муниципальных советников, были подняты очень много вопросов по определенным сборам, в том числе и по сборам, что касается определенным секторам сбор на рекламу, сбор на местные рынки, транспортные сборы и тому подобное. Конечно, здесь очень много дискуссии. Здесь, как обычно, бывают два момента. Один довольный, другой недовольный. Один не требует поднять, другие, например, объясняют, что это... Естественно, да. Местный власт не требует поднять. Реальный сектор экономики, естественно... Опустите. Конечно, местные сборы, они не должны меняться как минимум на 5-6 лет, чтобы реальный сектор экономики, он понимал, куда он двигается, и что у него есть гарантия, что они не будут изменены. Ну, соответственно, как мы поняли, то есть, как мы изучали, они последние 4 года не были изменены. Конечно, в этом году есть определенные изменения, но, опять-таки, это несущественные. Тем не менее, они имели свое влияние на накопление местного бюджета. И, соответственно, то есть, ну, по сравнению с прошлым годом, они были порядка 480 миллионов. В этом году они порядка 460 миллионов, потому что, имея в виду те поправления, которые были в налоговом кодексе, соответственно, там снизились доходы за счет увеличения определенных местных сборов, ну, несущественные, там речь идет о 10, 12, 15 процентов. Есть определенные сборы, которые хотели повысить на 30 процентов. Мы были против этого сбора. Речь идет о сборе за парковку. Потому что это в конечном итоге сказывается на конечном потреблителе. Никогда экономический агент, который владеет парковкой, он не будет платить за счет своих денег в госказну, то есть в местном бюджете деньги. Он, конечно, будет поднимать стоимость платы за парковку. Поэтому мы были категорически против. И, соответственно, в конечном итоге были приняты все эти местные сборы. Ну, перейдем к бюджету. То есть в этом году, конечно, мы хотели бы поздравить горожан, что все же таки был принят бюджет. Да, может быть, он имеет какие-то определенные недостатки. Есть определенные надежды, что включены проекты, действительно, которые требуют очень большого внимания и мониторинга, для того, чтобы это исполнялось, конечно, в течение года. Но самое главное, что он был принят. И те статьи доходов, и те статьи расходов на 2019 год могут быть исполнены и начаты с 1 января непосредственно 2019 года. Ну, непосредственно структура бюджета на 2019 год имеет на статью доходов 3,88 млрд лей, на статью расходов 4,23 млрд лей. То есть он еще пока дефицитный. Соответственно, дефицит 344 млн лей. Ну, по сравнению с прошлым годом меньше. Это радует. Удалось сократить. Что касается нашей фракции, мы, конечно, хотим довести до телезрителей тот факт, что мы сумели держать тот курс внедрения тех социальных проектов, которые были на 2018 год. Это очень важно было для нас, сохранить именно вот этот курс внедрения социальных проектов. Речь идет и о тех же социальных проектов, что касается компенсации для слабоимущих граждан, для детей на 1 сентября, для преподавателей компенсация на расходы на транспорт муниципальный, для врачей, также для молодых специалистов, что касается компенсации расходов для аренды жилья. Не в конечном итоге речь идет и о тех социальных проектов, что касается благоустройства дворов, которые мы начали еще в 2017 году, продолжили в 2018 году, монетаризировали. Соответственно, речь идет и о тех детских площадках, которые все наши граждане ждут во дворах. Уже свыше 100 открытых, уже действуют кишиневцы. Но работа еще идет, кипит, как говорится, полным ходом. И что немаловажно, мы предусмотрели, что те работы, которые не будут выполнены в 2018 году, перевести на 2019 год. Это очень важно, потому что те дворы, которые были предусмотрены и не были выполнены из-за определенных факторов, в том числе и в зимний период. Но в любом случае они будут выполнены. И как мы обещали горожанам, они это почувствуют, они увидят эти детские площадки в своих дворах, которые мы им обещали. Муниципальный совет имеет в том числе и фракция партии социалистов в муниципальном совете. Также речь идет о тех спортивных площадках, которые мы предусмотрели по заявлению горожан. И много других проектов, которые были приняты в бюджетный 2019 год. Это очень важно, еще раз говорю, потому что люди должны почувствовать, раз мы обещали тот непосредственный объект социальный, детская площадка, они должны это видеть. И это очень важно, выполнить то, что мы им обещали. Когда такой вопрос, за счет чего будет покрываться бюджет? Извините, дефицит бюджета 300, свыше 300 чем-то миллионов леев, достаточно еще большая сумма для нашего главного города страны. Тем не менее, наверняка стратегией этого бюджета предусматривалась возможность покрытия этого дефицита. Я, наверное, здесь раскрою скобки, потому что дефицит бюджета, он на самом деле есть, но де-факто, я не знаю, к сожалению, к большому радостью, не всегда исполнительные власти, примарии, справляются со всеми поставленными задачами. То есть они не осваивают те цифры, В конце года в любом случае остаются неосвоенные деньги. Но это так для того, чтобы... Потому что в этом году тоже остались неосвоенные деньги по разным причинам. Где есть объективные, где субъективные факторы, допустим, по тем же автобусам, троллейбусам, по автобусам, то есть закупки не прошли, потому что так и не участвовали ни один заинтересованный экономический агент, чтобы участвовать в этом тендере. Но на самом деле покрытие дефицита бюджета идет за счет продаж квартир, которые на балансе примарии, ну, также за счет внутренних и внешних займов, которые предусматривает заключить, то есть на финансовый год непосредственно примария, то есть исполнительная власть. Также часть бюджета покрывается, как я говорил раньше, за счет тех средств, которые не были использованы в предыдущем году. Тогда такой вопрос. Запланированы свыше 4 миллиардов. Это расходы столицы? Это расходная часть бюджета. Вот на что будут направлены эти деньги, если можно раскрыть скобки, чтобы кишневцам было понятно, вот как измениться или какие изменения их ожидать в грядущем году? Ну, я с вашего позволения, потому что все цифры невозможны. Что по мне, так я настолько отвык говорить языком финансистов, что видите, сам путаюсь, что такое дефицит, что такое провинция. Значит, во-первых, речь идет о тех инвестициях в капитальном строительстве. речь идет о 85 миллионах, которые будут использованы непосредственно в городе Кишинев для разного рода капитальных вложений, скажем так. речь идет о тех работ по дезинфекции подвалов и блоков, потому что, вы знаете, мы каждый год сталкиваемся с той проблемой, потому что все подвалы, в основном, они у нас не в идеальном состоянии. Не в идеальном состоянии. Там всегда появляются у нас разного рода грызунов и тому подобное. Речь идет о тех работах, которые надо все же таки, наконец-то, надо собраться силами и очистить этот город от мусора. Это очень важно. Речь идет о тех же парках, которые до сих пор у нас заброшены всем, чего хочешь. Поэтому мы предусмотрели в этом году, в 2019 году, около 10 миллионов, все же таки, очистить этот город, чтобы было чисто. Это очень важно. Это важно для каждого горожанина. И делать благоустройство таким образом, чтобы она была удобна для горожанина. Понятное дело, что собираешь, он все равно накапливается. Но надо создать условия для того, чтобы этого не произошло. Больше, чтобы воспитывать в нашем горожане, чтобы соблюдать чистоту. То есть, это надо установить определенного рода тех же мусор, эти же контейнеры для сбора мусора и так далее. То есть, надо наводить порядок. Это очень важно. Также идет речь о тех затратах. Мы предусмотрели около 2 миллионов. Раз мы установили в этом году детские площадки. Есть еще детские площадки, установленные в предыдущих годах. Их тоже надо содержать. И мы предусмотрели на эту статью, то есть, 2 миллиона лет, для того, чтобы довести ее, то есть, этих детских площадок в нормальном состоянии. Это для безопасности. Я как раз хотел отметить, это прибыль, свою безопасность детей. Это очень важно, потому что, да, есть там, то ли доски отсутствуют, а дети, они не хотят играть. Мы не можем им не разрешать этого. Также предусмотрена закупка спецтранспорта для очистки города. Это очень важная статья, которая была тоже предусмотрена. И немаловажная деталь. Мы даже в предыдущих годах сталкивались с этим упреканием. Все же таки, надо довести до ума по территорию города эти общественные... Места общественного пользования? Места общественного пользования. Речь идет о туалеты, то есть, которые отсутствуют в городе. То есть, приходят туристы, они ищут везде, но не могут найти нигде. Публичные туалеты, где можно было... Публичные туалеты, да, это тоже было предусмотрено в этом году. Что еще было предусмотрено? Также было предусмотрено программы по содержанию тех же спортивных площадок, которые на сегодняшний день, опять-таки, те же в предыдущих годах и в этом году, которые... Мы понимаем, что все равно где-то что-то, кто-то найдется и что-то поломает на эти площадки. Поэтому их надо постоянно содержать для техники безопасности и для удобства и использования непосредственно этих фитнес-площадок и детских площадок. Также предусмотрена работа по благоустройству дворов. То есть тут целая как бы номенклатура статей, которая непосредственно была принята во внимание. Скамейки во дворах, реабилитария инфраструктуры и блоков. То есть речь идет о благоустройство дворов и тому подобное. То есть мы сохраняли вот именно те статьи расходов, которые были начаты в том числе и немаловажно по инициативе нашей фракции партии социалистов в Муниципальном Совете. Мы хотим сохранить это. Естественно, была предусмотрена часть расходов, что касается обустройства и строительства спортивного комплекса на Валя-Трантофиль. Очень долго обращались жители того сектора, что все-таки надо довести до ума этот спортивный комплекс и все-таки сделать его так, как должен выглядеть на самом деле один нормальный, современный спортивный комплекс в данном секторе. И, конечно, это касается разных и всех секторов Тишинева, но с так же шагом надо будет их довести, то есть строить и содержать их. Речь идет также о пригородах Тишинева, в котором были тоже распределены порядка 66 миллионов лей. И тут что немаловажно, что по решению Муниципального Союза в консенсусе было принято решение, что муниципальные, то есть примари пригородов сами принимают решение для своего села, где вложить эти деньги. А вот как эти средства распределялись, по какому принципу? В равных каких-то пропорциях или по каким-то заявкам? Нет, для пригородов они распределялись по принципу количества жителей. У нас есть случаи, когда пригороду распределяются бюджетные деньги, он ничего не делает. Кстати, здесь надо обратить внимание, что он не осваивает, потому что у меня, конечно, вопрос к этому примарию, почему ты был выбран? Ты ничего не делаешь, вот тебе было распределено определенная сумма. Есть наоборот, есть пригороды, которые осваивают 100% и даже подходят с предложением еще какие-то социальные проекты или инвестиционные проекты непосредственно в своем селе, но есть пригороды, которые вот уже два года не буду называть, чтобы не делать никому рекламу. Там все хорошо уже сделаны, дороги в прекрасных детских садах. Мое мнение такое, что раз тебя горожане или сельчане там выбрали, то выполняй свою работу честно, добросовестно и скажи с открытой душой, что вот уважаемые сельчане, вот что было поставлено, вот что я сделал конкретно. Не надо бояться делать работу. Можно же объяснить, что сейчас поступили еще средства, давайте определим, куда их можно потратить. Я бы хотел, чтобы сельчане вызвали его на публичный сельский сход и спросили, почему, вот тебе были выделены, скажем, 3 миллиона лей, почему-то ни одну, ни один лей не освоил. Скажите, вот такой вопрос обывателя, те средства, которые в прошлом году поступили в эти примарии, потом, опять же, вот вы говорили о том, что еще 66 миллионов будут распределены по пригородам. Это речь идет с учетом тех средств или те средства остаются на счетах в примарии? Которые не были использованы? которые не были использованы. Нет, они уже не остаются. Не остаются. Они остаются в остаточном... То есть, этот населенный пункт потерял возможность изменить что-то он потерял возможность. Он потерял возможность, конечно. Тут, естественно, на следующий год мы уже предусматриваем другие. То есть, они остаются в остатке на муниципальном бюджете и, соответственно, уже распределяются где на покрытие дефицита, где на другие проекты. То есть, почему бы нет? Если они не могли освоить, у нас, скажем, в городе есть возможность дополнительно построить или произвести пять троллейбисов, то давайте используем их для троллейбисов. То есть, должна быть динамика. Это очень важно. Это очень важно. То есть, надо уметь тратить деньги. Да. Если человек не хочет, ну как, сельчане, конечно, хотят, но если он, не знаю, что ему мешает, не может выполнить свою работу, то мы не должны все его ждать, когда он проснется и начнет что-то делать. Это не важно. Такой вопрос. Самое главное, я хотел обратить внимание для пригородов, самое главное, были приняты во внимание именно те пригороды, которые освоили в прошлом году по определенным проектам. Я здесь скажу конкретный случай, речь идет о Крикове, который начал строить главную дорогу подъездную в селе и, соответственно, осталась еще другая часть. То есть, естественно, не буду хвалить, но в любом случае браво ему, что он добился хоть что-то делать за свой мандат и показывать своим сельчанам, что вот я обещал сделать. поэтому даже не важно политическая составляющая здесь, важно, чтобы это было сделано, и если ты обещал, ты должен делать, потому что с тебя потом спрос будет. Ну, все верно, что глава сельской местной власти, что руководителем, так сказать, городского хозяйства. В принципе, это ведь чиновники, которые обязаны быть хозяйственниками, людьми, отвечающими с предназначением по реализации самых непосредственных в общем-то, нуждки горожан и сельчан. То есть, ведь мы всегда стоим перед проблемой. Вовремя должна быть обрана улица, вовремя обран мусор, вовремя должна бесперебойно поступать вода, в зимний период тепло, ну и, конечно же, содержаться жилой фонд должен быть в достойном виде, потому что ведь все мы тянемся в города. Есть работа, но есть еще и комфорт. Мы хотим, чтобы нас окружала хорошая, комфортная городская среда. Я бы сравнил город, как с обычным организмом, живым организмом. То есть, организму нужен комфорт, он должен получить удовольствие от того, что его окружает. Вот так же и город. Город должен постоянно в динамике развиваться, причем в хорошем направлении, и надо за этим следить, чтобы все было чистенько, чтобы все было на своих местах. В этой студии не так давно звучали от ваших коллег по фракции обещания, что в этот проект бюджета будет внесена, в этом проекте будет учтена возможность реконструкции фонтанов, который находился перед кинотеатром «Искра», если помните, на «Ботанике». удалось снести этот проект? Я с достоверностью не могу сейчас утвердить, но насколько я помню, велась дискуссия на эту тему, и, если не ошибаюсь, в 2018 году предусмотрено, соответственно, там и тендер проводится. Но, опять-таки, почему не смогу с уверенностью сказать именно про эту статью, потому что наша фракция распределена по секторам на все пять секторов. Я, соответственно, ответственный за сектор Чекана, то есть на сектор Ботаника, там ответственны наши коллеги, но это было принято в внимание, если... Ну, будем надеяться, потому что жители Ботаники решили, что... По крайней мере, на фракции этот вопрос обсуждался, и это было внесено тогда в эти приложения. То есть у меня нету сейчас непосредственно всего Талмута по бюджету на 2019 год, но обязательно на следующей передаче, если придет кто-то из моих коллег, передам обязательно, чтобы он отчитался по этой статье. Ну, как раз я почему-то задал вопрос, к нам часто обращаются горожане самых разных микрорайонов столицы, и как раз один из самых часто задаваемых вопросов, это судьба этого фонтана, потому что в свое время, когда он был построен, он был действительно настоящим украшением, хотя носил, в общем-то, и такую, будем говорить, практическую роль. Это, во-первых, борьба с пылью, во-вторых, охлаждение температуры воздуха, в-третьих, он еще нес такую техническую роль, как охлаждение, ну, как роль кондиционера для кинотеатра. Но сейчас кинотеатра нет, и фонтан, в общем-то, умер. На самом деле, надо обустроить все фонтаны, которые на территории города, и я всегда говорил на всех публичных слушаниях, даже на вчерашней комиссии, что город должен создать инфраструктуру. Если город создает инфраструктуру, то, соответственно, здесь появляются туристы, гости, разного рода форумов и так далее. Если город комфортный, то, конечно, он дает свои плоды и для реального сектора экономики, и тогда ты можешь говорить о том же... О росте доходной части. О росте доходной части. Почему бы нет, когда речь идет о большом потоке туристов и гостей столицы, почему бы нет и определенные местные сборы собираются в более выгодном для муниципального бюджета сумме. Ну, в принципе, речь идет и в этих фонтанах, речь идет и о тех подъездных, подземных переходов. Есть очень много проблем, которые надо пошагово взять и решить. Мы предусмотрели в этом году как бы статьи общего назначения, где предусмотрены, соответственно, и эти подземные переходы и фонтаны. Есть они в номенклатуре конкретные, то есть я сейчас достоверностью прошу извинения к телезрителям, не смогу сказать, потому что ну, не взял. Тогда такой вопрос, сразу вы упомянули, что вы, то есть вся фракция поделила зону ответственности по столице, и если я не ошибаюсь, ваша зона ответственности это чеканы. Да, наша фракция распределена по всем пяти секторам, я соответственно ответственный за сектор чеканы, где непосредственно со своими коллегами ведем работу непосредственно в секторе, потому что для того, чтобы узнать проблемы, которые надо решить, надо находиться непосредственно в секторе, обсуждать с горожанами из сектора, какие проблемы существуют, и прийти с инициативами их решения. Поэтому что удалось уже сделать за протяжение уходящего года? На секторе чеканы мы начали с того, что объезжали все дворы и выявили те дворы, которые надо обустроить. Соответственно, мы встречались с горожанами, обсуждали с ними, какие конкретные работы надо делать в этих дворах. У нас уже есть около пяти дворов, на этот год было предусмотрено 11 дворов, но из-за определенных обстоятельств речь идет о том, что муниципальное предприятие не справилось с закупками в срок, там разного рода интересов были, аннулировали эти аукционы по закупке непосредственно материалов для ремонта дворов, но тем не менее мы сделали эти пять дворов освещение по всем дворам сделали, в том числе и на чеканах по нашей инициативе. Было предусмотрено в 2018 году обустройство 20 детских площадок, из которых мы 11 уже сделали. Сейчас непосредственно идут работы, даже вчера мы были на Мирчилл Батрын 31, 29, 27, дробь 1, где были уже обустроены эти детские площадки. Также было уже сделано 14 воркаутов и фитнес-площадок, то есть 7 воркаутов и 7 фитнес-площадок. Были обустроены дворы скамейками, 110 скамеек мы распределили по всему сектору, в зависимости от пожелания горожан. Что мы предусматриваем на следующий год? Естественно, когда начался процесс обустройства этих дворов, горожане обращались к нам с просьбами и ихний двор обустроить детской площадкой. У нас на сегодняшний день около 24 заявлений от жителей и я вам скажу, что очень рад, что подключились и горожане к этому, потому что это очень важно понимать. У нас был один двор на чеканах, к сожалению, которые люди были против устройства детской площадки. Мы были вынуждены... Или недоверие какое-то было? Вы знаете, люди, скорее всего, не поверили, потому что они боялись, что под видом детской площадки там будет что-то построено. Это какой-нибудь магазин. Мы хотели их убедить, но они все-таки были против, мы были вынуждены перенести в другой двор эту детскую площадку. Ну, бывает. Я хочу сказать, что вот... надо будет вести... Ну, конечно, не разочарованно. Это очень важно. Ну, не верят. Отчасти могу объяснить это. Но были дворы, где собирали по 200, по 300 подписей. То есть, люди заинтересованы в благоустройстве, потому что были дворы, которые еще в советских временах ничего не сделаны. Но мы сумели... Есть опыт у горожан, когда появляется какой-либо объект социального назначения, и там начинают... Под видом социального назначения, потом появляется... Нечто новая стройка. Либо второй момент, возникает какой-то долгострой, вокруг которого рой людей без определенного места жительства, или вот... Не надо далеко уходить. У нас на Чиканах есть бывший стадион на Джинта-Латина. Сейчас там все обустроено жилыми домами. И мало того, они зашли и в парк, зашли и на территорию церкви, там, около трех метров за забором взяли, потому что не было уже подъездного пути, то есть построили непосредственно под забором, а потом по технике безопасности надо обустроить дорогу для подъезда, ну, в несчастных случаях пожарной и тому подобное. Поэтому были вынуждены зайти на территорию. Ну, это очень плачевный факт, потому что сектор Чиканы, к сожалению, не имеет другого места, где мог бы быть построен такой стадион красивый, какой он там был. Ну, к сожалению, бизнеса не даст. вот, когда принималось решение столичными чиновниками о сносе этого стадиона и переписывании, так сказать, был переписан, видимо, целый пуст, да, предназначение того участка. Конечно, это из-за неналичия именно плана урбанистического развития и города в целом, и, соответственно, и сектора непосредственно. Я думаю, что на сегодняшний день сектор Чиканы нуждается в обязательном порядке в зональном плане развития. Там есть определенная инфраструктура, которую надо создавать. На сегодняшний день мы видим, в часы пик Олег Курасу забит пробками, но там есть дорога на доменю, которую можно продлить до студенческой. Соответственно, то есть снижаем эту большую нагрузку, соответственно, для часы пик. Также речь идет о той же улице Мелеску-Спотару и индустриальной, которую надо связать для большого, большегрузного транспорта, потому что у нас есть волонтарилор, который всегда забит большим транспортом, когда можно его перевести на индустриальный. Такого рода проекты должны существовать, потому что если мы не знаем, куда двигаемся, то мы двигаемся хаотично. И получается, что мы загружаем инфраструктуру, в том числе инженерную часть и дороги, и получается вот этот хаос, который у нас сейчас наблюдаем. В предпраздничные дни город буквально просто замирает. Это потерянное время, потерянные возможности, и мне кажется, что кто-то, наверное, очень... В конечной итоге потерянное время, потерянные нервы, потерянное здоровье. К сожалению, это факт. Если поговорить о том, хотелось бы поговорить, что ждет, например, жителей Чеканы, микрорайона Чеканы в следующем году. Ну, понятно, что будет продолжена работа по установке детских площадок, спортивных площадок. Сейчас я знаю, что при поддержке или при непосредственном, будем говорить, при непосредственной инициативе фракции партии социалистов появляются во дворах кишиневских домов такие комплексы, которые называются воркаут. Воркаут, фитнес-площадки. Но это в зависимости, что касается воркаута и фитнес-площадок, это в зависимости от требований горожан. Потому что есть дворы, которые требуют воркаут, а есть дворы, которые хотят фитнес. Тут, конечно, спорный вопрос, потому что бывают и случаи, когда все хотят фитнес или наоборот. Но, к сожалению, было предусмотрено эти 14 оборудований, поэтому мы были вынуждены все же таки найти этот компромисс и распределить их с пожеланиями горожан. Что предусмотрено на следующий год? На следующий год мы, во-первых, хотим завершить все же таки работу по освещению дворов. Это очень важно. Предусмотрено также обустройство дворов, что касается скамеек дополнительных, которые мы хотим установить, в том числе и в секторе Чикан. Предусмотрены детские площадки. Я вам говорю, на сегодняшний день у нас порядка 24 заявлений от дворов непосредственно в секторе Чикана. Мы все эти дворы были непосредственно на местах, изучили. Конечно, мы хотим все 24, но уже выберем по мере необходимости, то есть острой необходимости в этих дворах, чтобы существовал. Это зависит от количества детей, видимо. Это зависит от количества детей. Тут очень много вопросов появляется, когда в этих дворах есть инженерные сети и не позволяют обустроить эти... Технические обстоятельства. Да. Также есть и разного рода конструкции, которые надо снести. Соответственно, здесь мы получаем сертификат от архитектуры, то есть дают они нам разрешение или не дают. Это дополнительные затраты. Речь идет о тех кабелях высокого тока, речь идет о тех же сетей АПКанал, термокома, потому что, ну, вы знаете, как обычно, они ломаются, там копают, и детских площадок нету. И тогда все это может возвращаться против нас. Поэтому я не говорю уже о тех люках канализационных, которые есть, и которые нежелательно строить эти детские площадки. Вблизи таких вот сооружений. Нежелательно, потому что это опасно для безопасности и использования от архитектуры. У нас буквально несколько минут осталось для беседы. Вот если можно коротко раскрыть хотя бы так ненадолго занавес того, как происходили дискуссии по бюджету. Вот у нас муниципальный совет сегодня, ну, это такой срез политических предпочтений горожан, и опять же разнобой во фракциях. И ясно, что та или иная фракция отстаивает какие-либо интересы. По вашим коллегам тут понятно. Полностью взяли на себя нагрузку, связанную с решением социальных, самых сложных сегодня вопросов в муниципе Кишинел. Ну, вот проходили дискуссии. За что ратовали, за что боролись ваши оппоненты? Ну, дискуссии, на самом деле, были очень бурными. Я вам скажу, конечно, каждый советник старается сделать определенные предложения, проекты, которые в конечном итоге он должен доказать своему избирательному. тех обещаний, которые он давал во время предыборных Если это пойти по политическому принципу. Если оставить политический принцип в сторону и взять тот интерес простого горожанина, то тогда нету проблем. Консенсус всегда должен быть, потому что в конечном итоге мы же это не делаем для себя, для для своей партии, например, для кишиневцев. Мы делаем для простого горожанина. Вот когда речь идет об этом, тогда все вопросы отпадают. Это очень важно, потому что обычно как делалось раньше? Все обещали, бюджет, вы знаете, как принимался, принимался временным распоряжением примара, в июле приносили его муниципальному совету через шантаж давайте, голосуйте, потому что он уже в исполнении. И на самом деле была политическая ориентация средств. надо от этого избавиться. Нехорошее это дело. Надо делать для города. Горожанин должен видеть конкретные результаты, он должен их чувствовать, он должен их видеть физически. И вот когда мы говорим о этих детских площадах, о тех воркаутах, о тех благоустроенных дворов, вот тогда сам горожанин, да, он может быть где-то обижен на вот эти политические предоплёки, но он понимает, что для него всё же таки делается хоть что-то, начинается делаться шаг за шагом. Я помню в 2016 году, перед передачей думал, что не скажу, но всё равно скажу, в 2016 году при принятии бюджета, это было в июле месяце, до сих пор помню, я тогда поднял вопрос, даже есть видеорегистрация, давайте мы проведём этот без электричества троллейбус до аэропорта, тогда был примар на этом заседании, и говорит, это было моё предложение, говорит, вы занимаетесь популизмом, я говорю, я не знаю популизм, вот есть такое стремление, давайте откроем троллейбус, тем более есть запросы, не важно, кто его открыл сегодня, не важно, кто на себя тянул, важно, что он есть, и люди довольны, я был непосредственно в этом аэропорту, и тогда я предложил и для аэропорта, и для Ставчена, слава богу, вижу, сегодня он есть, как говорится, горожанин в конечном итоге получает эти дивиденды для удобства передвижения именно в таких труднодоступных местах, также были разного рода проекты, которые мы предложили, они сначала может быть и кажутся нереальными, неисполнимыми, но если стараться стремиться, то всё можно делать. Пётр, спасибо за подробный отчёт. И очень важно, когда за спиной есть люди, это очень важно, тогда ты, как говорится, приходя в муниципальный совет с предложением, если за твоей спиной люди, это никто не скажет против. Это правда, это значит, вы занимаетесь делом, результаты которого ждут ваши избиратели. Пётр, спасибо за этот разговор, за отчёт о проделанной работе, и я думаю, нашим зрителям, кишинёвцам, стало как бы ближе понимание того, как будут поделены наши с вами деньги, те, что мы зарабатываем, те, что отчисляем в виде налоговых сборов и то, что потом ложится в основу формирования городского бюджета. И надеемся, что это будет направлено целиком на благоустройство Кишинёва, целиком на пользу каждому гражданину. Так оно и будет. С Божьей помощью, я думаю, мы справимся. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов, вице-председатель фракции партии социалистов в муниципе Кишинел Пётр Бурдюжи. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...